Субтитры создавал DimaTorzok Был Иоанн Кочуров. Большевики его убили через неделю после того, как пришли к власти в Петрограде. Он всего год отслужил в царском селе. И было ему 46 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Для отца Иоанна мы судить не можем, по крайней мере подробно об этом разговаривать сложно. Но безусловно для человека верноподанного, а сомневаться в том, что отец Иоанн был человек преданным на архической идее, как и большинство священников, происходящее казалось действительно чем-то ужасным. Ибо рушился с этим Старый Мир. Ситуация осложнилась после 25 октября 1917 года. 28 октября в царское село вошли войска генерала Краснова, поддерживавшие свергнутого на тот момент министра-председателя, как тогда говорили, временного правительства Александра Федоровича Керенского. А уже 30 октября начались бои войск генерала Краснова с красногвардейцами, революционными солдатами, матросами. В царское село вошли казаки, правда в ничтожном количестве, 700 человек. Но на них из Петрограда двинулись красногвардейские части с артиллерией, и начался интенсивный артиллерийский обстрел этого маленького мирного города. Среди горожан началась паника. И тогда Иоанн Кочуров организовал крестный ход, чтобы успокоить горожан, и чтобы молить Господа о восстановке вот этой братоубийственной войны. Он говорил, не бойтесь, это идут наши братья. Утром 31 октября в царское село вошли большевистские отряды. Они стали обходить каждую квартиру в городе, арестовывать офицеров и священников, тех, кто участвовал в крестном ходе. Их обвиняли в том, что они молились о победе казаков. Отца Иоанна арестовали в его квартире, недалеко от Екатерининского собора, и повели в сторону Великокняжеского дворца, где находился в это время совет. Его сын, старший сын, являвшийся юнкером военного училища, отправился вслед за отцом, впрочем, понимая, что вряд ли что-то сможет сделать с той толпой вооруженных, весьма возбужденных солдат, матросов и видевших его отца, уже не пастыря, а классового врага. И священника ввери по улицам, оскорбляя, наносяная ему удары руками, прикладами. И вот здесь, видимо, проявилось то, что не всякий русский человек, не всякий, наверное, русский священник мог в этой ситуации проявить чувство поразительного достоинства этого пастыря. Он пытался усовестивать людей, православных христиан, русских по рождению, православных по крещению, которые превратились в разбойников и убийц. Но в ответ на его пастырские слова толпа зверела все больше и больше. Его решили не вести в совет, а расправиться, или, правильнее сказать, разобраться с ним здесь же на месте. Удары кулаков и прикладов сменились штыковыми ударами, выстрелами. И вскоре окровавленный священник упал к ногам этой толпы. Все это происходило на глазах его сына, юнкера, млющего офицера, который ничего не мог сделать в этой ситуации. Ну а далее, убедившись, что священник мертв, с него сорвали наградной золотой крест и оставили валяться на улице. Сыну не решился подойти к отцу. И это впоследствии привело к тому, что еще так и не ставший офицером, юнкер покончил с собой. Разве вот такой мученической смерти отца Иоанна достаточно для обретения святости? Может возникнуть такой вопрос? Так вот, Иоанн Кочуров перед тем, как закончить свою жизнь подвигом и такой страшной смертью, очень много чего совершил. Иоанн Александрович Кочуров В 1891 году Иоанн Кочуров приезжает в Петербург и поступает в Духовную Академию, которая тогда, скорее всего, располагалась вот в этом здании, обводный сейм. В Петербурге он знакомится с Иоанном Кронштадтским и становится его духовным чадом. Иоанн Кочуров, вероятно, был человеком смелым, амбициозным, практичным и определенно очень преданным тому делу, которую он выбрал. В самом деле довольно важно, что он был сыном и внуком священников. И то время, когда он учился в духовной сначала школе, потом семинарии, было очень тяжелым временем. И для тех ребят, обычно тоже детей дьяконов или священников, которые пошли учиться в духовные семинарии, совершенно необязательно их обучение заканчивалось поучением сама. Потому что как раз в 90-е годы 19 века довольно многие молодые люди, которые учились в духовных школах разного уровня, из них получались революционеры. Те самые люди, которые сделают революцию и потом будут возглавлять тех людей, которые будут закрывать церкви. Как это неудивительно. Под влиянием Иоанна Кронштадтского, который всю жизнь мечтал нести свет и веру в самые отдаленные уголки мира, 20-летний Иван Кочуров загорается идеей осуществить мечту своего духовного наставника. В 1895 году Кочуров блестяще заканчивает духовную академию и получает распределение в Аляскинскую и Алиутскую епархию. Сбывается его мечта. Он отправляется на миссионерское служение и мысленно уже видит себя на североамериканском берегу. Можно сказать совершенно прямо и уверенно, что Луковская фланцерковь никогда не делала миссионерскую деятельность главным своим интересом. И этим она здорово отличалась от католиков, которые с большим воодушевлением отправлялись в дальние страны и континенты, в ту же Южную Америку. И вот служение, вот это вот несение креста Господня, да, несение слова Господня вот этим вот самым диким народом было очень важно для них, начиная там с начала новых времен. Православная церковь тоже, конечно, занималась миссионерской деятельностью. Но эта миссия была несколько другая. Она была, так сказать, двух типов. С одной стороны, миссионеры православные занимались тем, что на территории Российской империи заботились о том, чтобы живущие там христиане оставались или возвращались в головно-православной церкви. Но прежде всего это касается, конечно, старообрядцев. И второй направлением с миссионерской деятельности – это обращение язычников к свету веры. В марте 1867 года Аляска и Алиутские острова, территории, которые с 18 по 19 век называли Русской Америкой, были проданы царским правительством США по цене 2 цента за акка. Для сравнения, в это же самое время, когда была продана Аляска, трехэтажное здание Нью-Йоркского окружного суда стоило штату Нью-Йорк дороже, чем правительству США, вся Аляска. Русское духовенство смогло настоять лишь на включении в договоре о продаже пункта, по которому все храмы и земельные участки, принадлежавшие Русской Православной Церкви в Америке, должны были оставаться в ее собственности. Оказавшись в Америке, Иоанн Кочуров был единственным священником на огромной территории. И всего два православных прихода. Один в Чикаго, другой в Стриттере, совсем маленький. И вот оказавшись фактически в полной изоляции, Иоанн Кочуров налаживает приходскую жизнь в этих маленьких островках православной веры. Та паства, в которой служит отец Иоанн, это очень специфически, очень интересная паства. Это в основном бывшие униаты, или по-другому еще называют греко-католики. Это те, скажем, православные, которые по разным причинам политического характера приняли решение подчиняться Папе Римскому. То есть в политическом отношении, как бы, это католики, но в отношении обрядов, практик религиозных, способов исповедания веры, это православные. И вот в Чикаго отец Иоанн приехал в такой приход, в такую группу униатов. Ему нужно понять, кто люди, которым он служит. И ему нужно, на самом деле, учиться служить на английском языке. И это одна из вещей, которую он делает, как и другие русские священники, находясь в Америке. И другая важнейшая часть его служения, это просто обустройство такой повседневной жизни его общины. Службы проходили в совершенно непоспособной этого помещении. Там же жил сам отец Иоанн со своей матушкой, и где родилось четверо его детей. И что он делает? Он в благословении правящего епископа, а к тому моменту это епископ Тихон, который потом станет патриархом московским, сия Руси. Он благословляет ему начать строительство новой церкви и помогает в приобретении земли. Ну а дальше отец Иоанн должен заниматься тем, что называется сейчас ловом фандрайзинг. На строительство нового храма в Чикаго в честь Пресвятой Троицы отцу Иоанну требовалось 50 тысяч американских долларов. Колоссальная сумма по тем временам. Кочуров приезжает в Россию в надежде найти деньги. И здесь ему помогает Николай II. Но большую часть суммы отцу Иоанну удается собрать в Америке. Автором проекта Чикагской церкви стал Луиз Генри Салеван. Выдающийся американский архитектор. Отец американских небоскребов. Сегодня Свято-Троицкий собор в Чикаго внесен в национальный реестр исторических мест США. Прошло 12 лет. И жизнь в приходах, основанных Иоанном Кочуровым, наладилась. Но отец Иоанн рвался на родину, в Россию. Дети выросли. И дети выросли вне русской культуры. И вне русского языка. Можно было возвращаться в Россию. И, наконец, в 1907 году он получает от консистурии разрешение вернуться в Петербург. Но в Петербурге ему места не нашлось. И был он распределен в Нарву. И здесь, в Нарве, он остается на долгие 9 лет. Иоанн Кочуров преподает закон Божий в Нарвских гимназиях. А на летний период его приглашали служить в храм Казанской иконы Божьей Матери в Силамяе. Его труд был отмечен наградами. Причем наградами очень высокими. В числе прочих орденов был орден Владимира IV степени, который давал право на личное дворянство. Но все-таки Нарва – это не Россия. А отец Иоанн хотел служить в России. И в 16-м году его переводят в царское село. И никто не знал тогда, что это роковой переезд. Безусловно, убийство православного священника православными, по крайней мере, по рождению своими солдатами, бывшими солдатами императорской армии, понять, рационально объяснить достаточно сложно. Для того, чтобы понять логику этого убийства, необходимо понять вообще логику предреволюционной ситуации в России, социально-психологического климата в стране. Для этого необходимо понять, что случилось со страной. Василий Васильевич Розенов, человек тонкий, глубокий, приблизительно в те же самые времена, пишет о поколении нашего времени, кричащее произведение, где пытается понять, что же, собственно, произошло. Не стало царства, не стало церкви, пишет он. Церковь даже разбилась страшнее царства. Современники замечали это. Безусловно, это чувство растерянности от происходящего. Многие не могли до конца почувствовать всю трагедию. Я вспоминаю фразу известного террориста Бориса Цавенкова. Который как-то отметил, что русский человек может забить на каменном полу церкви беременную бабу коваными сапогами, а потом разбить свой лоб под те же самые каменные полы, замаливая свой грех. Быть может, это и не объяснение, но, по крайней мере, нечто позволяющее понять нам психологию тех самых богоборцев. Вскоре после смерти отца Иоанна Екатеринский собор закрыли. Собственных прихожан-то уже почти не осталось. Жители царского села, кто уехал, кто разбежался, Остальные были так напуганы, что в 18-м году на Рождество в храме был только один прихожанин. А в 1939 году собор взорвали, объясняя это тем, что он может стать ориентирован для артиллерии, авиации в будущей войне. С 1939 года на месте взорванного Екатерининского собора возвышалась огромная гора мусора. В 60-е годы там поставили памятник Ленину. И лишь в 2006 году решено было восстановить Екатерининский собор. В результате археологических раскопов были обнаружены фрагменты человеческих костей. Возможно, это и были останки священномученика Иоанна, погребенного в подвале собора. И вот тут начались чудеса. Были найдены чертежи за подписьми Константина Тона, автора проекта храма. И по ним Екатерининский собор и был восстановлен. Средства на строительство тоже нашлись довольно неожиданно. К 300-летию Петербурга правительство республики Адыгея подарило городу золотой слиток. Решено было этот слиток продать, а вырученные деньги отдать на строительство собора. Яна Царскосельского похоронили здесь подскудами Екатерининского собора. И на протяжении всей дальнейшей истории собора, до момента взрыва, он находился здесь. Осталось его тело и в тот момент, когда храм взрывали. Он был похоронен в подвале собора. И когда закладывали взрывчатку, когда работы проводились взрывные, его тело не вынесли. И в истории нашей страны таких периодов очень много. Когда разрушались храмы, когда что-то такое вот духовное, ценное, оно заменялось насильно какими-то ценностями, которые и ценностями это не являются. Искоренение из души человеческой какой-либо святости делалось для того, чтобы погубить русский народ, погубить людей, которые преданы Богу, которые преданы своему Отечеству, которые являются настоящими христианами с большой буквы. Потому что таких людей огромное количество. И во все периоды, благодаря таким людям, сохраняется церковь, несмотря на какие-то гонения. Иоанн Царскосельский был таким человеком. В 1994 году по инициативе Синода Православной Церкви Соединенных Штатов Америки наша Синодальная Комиссия по канонизации святых стала изучать материалы канонизации двух священников, служивших некогда в Северной Америке. Протерия Иоанна Кочурова и протепрессвитера Александра Хатавицкого. Надо сказать, что история православия в Америке почти не знает примера священнослужителей, убитых за их пастырскую деятельность. А вот здесь такие священники в немалом числе. И для американской церкви было очень важно, чтобы те священники, которые служили некогда в Америке, а потом приняли мученическую смерть здесь, были канонизованы. И в святцах как в Русской Православной Церкви, так и в Православной Церкви в Америке имя отца Иоанна Кочурова занимает особое, одному ему присущее место. Это первый священнослужитель, убитый большевиками. Убитый не за то, что он был политическим деятелем, политическим оппозиционером, а просто за то, что он исполнял свой пастырский долг. Он не был героем, он не был активным общественным деятелем, он был просто пастырем. И его, на первый взгляд, незаметное церковное служение при его смерти привело к какой-то глубокий смысл подлинно пастырского служения. И вот как-то я рассказала внучка отца Иоанна Кочурова, в момент, когда ей еще маленькой девочке нужно было сшить пальто, вспомнили о пальто, священническом пальто, довольно-таки широком, в котором уводили на смерть отца Иоанна. Достали это пальто. И она, маленькая девочка, обратила внимание, что на этом пальто православного священника находилось 17 отверстий. И вот эти 17 отверстий в пальто первого священнаучника, убитого большевиками, отверстия от штыков и пуль, которые убивали этого достойного пастыря, запечатлелись на всю жизнь ее душе как символ того страшного события, которое теперь дерзают называть Великой Русской Революцией. 31 марта 1918 года патриарх Тихон отслужил первую в Русской Православной Церкви заупокойную литургию о новомучениках, о людях, священниках, монахах, мирянах, которые погибли, но не отступили, не изменили вере. Первым в этом списке новомучеников стал отец Иоанн Кочуров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова